Строительство больницы в Кушугуме началось в ноябре 2011 года. Появление этого лечебного учреждения позволит решить проблему многих жителей Запорожского района. Сейчас на консультации к врачам им приходится ездить за 30 километров. Планируется, что в Кушугуме будет дневной стационар на 30 коек, семейные врачи, травматологи, стоматологи и другие узкие специалисты. Это вторичный уровень оказания медицинской помощи. Здесь будут узкие специалисты, а также специалисты, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Это педиатры, терапевты, семейные врачи. А так больница выглядит изнутри. Здесь уже фактически завершены все строительные и отделочные работы. Палаты и кабинеты расположены на трех этажах больницы. Людмила Мельникова работает мастером на этом объекте уже два года. Свою работу показывает нам лично. Здесь у нас в начале второго этажа палаты дневного стационара. Они уже готовы. Сантехника поставлена, проведено все, покрашено. В процессе строительства возникли проблемы с проведением газа. Единственное, что загвоздка сейчас у нас с газом никак не можем в течение... Вот в сентябре прошлого года мы начали окончательное строительство, когда поступило финансирование. То с горгазом до сих пор не можем получить у них разрешение на установку РП газораспределительной подстанции для отопления этой поликлиники. Однако проблему удалось решить. Зимой в больнице уже будет тепло. Были проблемные вопросы с погоджением тех умов для подключения до газомагистрали. Но на сегодня все основные вопросы взяты. Сегодня Запорожье газ подписало основные документы. На сегодня выполнено 98% отделочных и строительных работ. Для завершения необходимо порядка 600 тысяч гривен. Для того, чтобы обществу закончить, 600-700 тысяч, чтобы закончить эту покраску, вывоз, строительство мусора, чернозем лежит отвал, глина. Мне надо будет убирать это все. Но вот, чтобы ввести больницу в эксплуатацию, закупить оборудование, мебель необходимо больше. В этом году будет выделена сумма 9,5 миллионов гривен, для того, чтобы мы закончили полностью строительство, ну, загальнобуд, и открыли все необходимые отделения. Юлия Пасько, Дарья Зырянова, ТВ5.